Недавно я задалась вопросом ухода за волосами, конкретно ламинированием волос и биоламинированием. Как оказалось, это не очень дешевое удовольствие, скажем так. Расскажите, пожалуйста, вообще, что в себя включает биоламинирование и, не знаю, какие-то слухи вокруг него ходят, что это что-то такое волшебное, действительно ли это так? Что входит в состав этого ламинирования, биоламинирования, какие виды есть? Ну вот, все, что вы об этом знаете, все, что может быть нам интересно. Ну, на данный момент на рынке существует огромный выбор ламинаций. Здесь вы можете сделать ламинацию при помощи красителя, здесь вы можете сделать ламинацию при помощи специальных масок, здесь выбирает сам клиент по цене, ну а, конечно же, диагностику все-таки делает мастер. Как правило, основным компонентом ламинации является силикон. Это то, что обволакивает волосину, то, что выравнивает ее структуру, потому что волос, если мы посмотрим под микроскопом, напоминает черепичную кладку. Это чешуйки, которые приподняты. Ламинация, конечно же, делается людям, у которых волос пористый, поврежденный, волос утолщается, волос выравнивается, и человек сразу видит объем, человек трогает волосы, они здоровые, они шелковистые, они приятные на ощупь. Конечно, это видно сразу, ждать неделю не нужно. Вот смотрите, я сегодня приобрела в специализированном магазине ламинирование, которое стоит в пределах 25 долларов, и мне обещают, скажем так, производители, продавцы этого магазина, что это ламинирование ничем не отличается от салонного, что в состав входит тот же силикон. Помимо всего прочего, оно оттеночное, то есть я могу выбрать, это не краска, как они говорят, что это просто оттенок, я могу добавить немножко насыщенности своему цвету, и это ламинирование ничем не будет отличаться от того, что я делаю в салоне, допустим, за 80 долларов. Чем отличается профессиональная продукция от бытовой? Именно тем, что здесь корректирует, выбирает мастер. Я должна сделать диагностику. В домашних условиях вы не сможете сами подобрать для себя тот компонент, который нужен именно вашим волосам. Я предлагаю провести, скажем так, баттл среди, между бытовым ламинированием и ламинированием салона. Мы одной девушке сделаем профессиональное ламинирование с вашей консультацией, с вашим выбором, да, а второе ламинирование нанесем на мои волосы, обычное бытовое, и посмотрим, будет ли разница и вообще виден ли будет эффект. Let's go! Субтитры сделал DimaTorzok Ну, какая девушка не любит естественные и романтичные кудряшки? И, наверное, ни для кого уже не секрет, что кудри можно накручивать не на плойку, а на обычные щипцы, которым мы обычно волосы выпрямляем. И сегодня я хочу показать один из моих самых любимых способов накручивания волос щипцами, потому что он простой, что нам нужно для того, чтобы накрутить кудряшку. Проделяем волосы на пряди, убираем среднюю прядку, вставляем прядку к щипце, прядку накручиваем вокруг щипцов и сами щипцы проворачиваем до тех пор, пока наша прядка не будет смотреть вниз из щипцов. И тянем их не очень быстро, но и не сильно медленно. У нас получается вот такая замечательная завитушка. Вот так вот за одну минуту буквально у нас получились вот такие замечательные кудряшки. У меня, например, очень тонкие волосы, поэтому я не могу сделать себе косичку или хвостик, потому что это выглядит очень убога. А недавно я у одной девочки подсмотрела, как можно сделать косичку, чтобы она хотя бы зрительно выглядела пышной и объемной. Сейчас я вам этот секретик расскажу. Мы плетем обычную косичку. Закрепляем обычной прозрачной резиночкой. Теперь что мы делаем? Мы держим не за сам хвостик, держим за резиночку. И начинаем вытягивать из косички не всю прядку толщину, а только ее кончик. Тянем снизу вверх, слегка. Получается у нас такая замечательная пушистая косичка. Резиночку мы прячем обычным нашим девичьим хитрым способом за волосами. Косичку нужно будет закрепить лаком, потому что она такая пушистая. Забрызните лаком, то она будет вот так вот весь день держаться. Вот такая вот замечательная. Продолжение следует... 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 И я подобрала это далеко не случайно, потому что до нашей процедуры, насколько были пористые волосы, насколько они тонкие, насколько они путаются. А я подобрала именно то, что нужно будет Вике. В данном случае мы получили превосходный результат, который еще будет полтора месяца держаться на ее волосах. Ксюша наша немножко схитрила. Кроме того, что она сделала ламинацию, она еще и добавила небольшой такой оттенок. Ну, конечно, это выигрышный вариант. Ирина еще забыла добавить, что в этом составе есть только ламинирование и оттеночный, ну даже не сколько краска, просто немного оттенок волосам добавляется. А ламинирование, которое использовала Ирина, оно лечебное. Что там входило в состав этого ламинирования, Ир? Масло ши, ромашка римская, цветки календулы, вытяжка абрикосовых косточек. То есть нам нужно было добиться эффекта лечения волос в большей степени, чем просто ламинация. Потому что я видела, что здесь нужна просто скорая помощь нашим волосам. И мы добавили и сделали именно то, что нужно. Я, конечно, схитрю, если скажу, что мне не понравился эффект, который я получила на своих волосах. Но вам лично решать нужно самим, чего вы хотите. Временного эффекта в виде, скажем так, силикона на ваших волосах, который смоется через 2-3 недели. Либо вы получаете ламинацию вместе с лечебным эффектом, который вот в данном случае получила Вика. Решайте сами. Дорогие друзья, сегодня я буду терроризировать своими вопросами очень красивую и интересную девушку, которую зовут Лейла Балаева. Лейла является тренинг-менеджером и визажистом мирового класса, а также официальным представителем-визажистом марки Герлен. Как ты думаешь, может ли человек без опыта в визаже, ну вот типа меня такой ламер, сделать профессиональный визаж, например, вот сейчас до сих пор остающийся в моде смоки-айз? Я думаю, все возможно, и сегодня мы будем пробовать, как это делать, потому что, в общем-то, самое главное, что отличает и что не отличает профессионала от, скажем, обывателя, и для девушки, которая хочет быть красивой, это желание. Поэтому, если у тебя есть желание, то обязательно получится сегодня, завтра, послезавтра будет еще лучше. Лейла, скажи, пожалуйста, вот по твоему личному мнению, макияж вообще влияет на судьбу женщины? Ну вот как-то преображается, может быть, там, мужчины начинают чаще влюбляться или комплименты делать? Да, безусловно, конечно, женщина, как только чувствует себя уверенно, а уверенно она чувствует себя тогда, когда у нее на ней прекрасный макияж, и она чувствует, она видит себя в зеркале, и, конечно же, тут же обращаются взгляды мужчин, и жизнь налаживается, да, к лучшему, однозначно. Сегодня я покажу вам, как сделать смоки-айз, и чтобы каждая из вас смогла дома это легко повторить. Итак, моя модель азиатским разрезом глаз. Мы будем использовать диезирую, а, возможно, и сиреневую гамму, сейчас мы это решим. А вот для твоей модели, так как девушка-блондинка, и, в общем-то, таким очень глубоким цветом глаз, серым, переходящим в зеленый и синий, можно сделать оттенок из коричневой гаммы, возможно, даже с добавлением охры, то есть будет здорово. Корректор мы наносим. Да, мы наносим на все подвижное веко. Можно пальчиком помогать себе, можно кистью, если удобно. Лучше не тянуть глаз, и когда ты разносишь, лучше или просто вбивая. Здесь очень тонкая кожа, и необходимо просто, скажем так, положить наверх корректор. Итак, теперь надо припудрить. Лучше такими смахивающими движениями, вот такими, да, вот так, вот таки. Лучше начинать с уголка брови, да, верхний уголок брови, да, 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 да. Это должна быть самая темная точка. Очень важно, чтобы хвостик брови не смотрел совсем вниз, чтобы он, скажем так, не поворачивался, а продлевать, то есть продолжать направление брови. Очень хорошо прокрасить прям между ресниц карандашом, вот, чтобы при открытом глазе не было белых прожилок, скажем так, чтобы не было видно белых. Вот видишь, где зрачок у нее заканчивается? Вот до сюда. То есть вот до сюда ты доносишь. Моя модель, конечно же, мы наносим полностью, так как у нас восточная века миндалейной формы. То, что я сейчас говорила, о том, что не должно быть четких линий, поэтому можем пальчиком вот таким или кистью, чистой кистью, пройтись по контуру. Просто стоишь на месте, как будто бы, но в круговую движешься. Тем самым исчезает четкий контур. Ты хочешь спокойный совсем? Тогда ты берешь вот этот оттенок, вот этот оттенок и проносишь его по карандашу там, где у нас вот находится ресничный край. Сейчас берем темнее оттенок и наносим уже основательно на внешнюю часть века. Как правило, смоки айс – это использование двух-трех оттенков, не нужно больше. И мы приступаем к нижнему веку. Сейчас я покажу тебе, как это делается. На самом деле все очень просто. Смотри наверх и прокрашиваешь прям, опять же, между ресничек. Сейчас мы нанесли только черный цвет. Затем ты берешь удобную для тебя кисть. Это может быть скошенная кисточка или же просто очень маленькая кисточка. Вот такая, например. Уже наносишь сухие тени на карандаш. Вот таким образом. Продолжение следует... Лейла, скажи мне, как на духу я справилась с заданием? Великолепно. Я считаю, что у тебя есть талант для того, чтобы создавать вот такие шедевры красоту и сказку. Спасибо большое за то, что ты мне дала возможность почувствовать себя визажистом мирового класса, который проходит обучение в Москве и в Париже. Я прям все это прочувствовала. Я хочу сказать, что это титанический труд. И все это с первого взгляда выглядит очень просто. На самом деле я очень волновалась. И было очень много косяков, которые, слава богу, Лейла мне помогала исправлять. Ну, результаты вы видели сами. Уж решать вам, похоже, моя работа на профессиональный визаж или нет. Лейла, спасибо большое еще раз. Я надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество и новые эксперименты. Я предлагаю вам включить это видео и повторять все движения за нами для того, чтобы добиться отличного результата. Вы смотрели программу Photoshop Live. Если у вас есть какие-то пожелания или советы, что вы хотите увидеть в следующем выпуске, советы по уходу за волосами или за кожей, или если вы хотите узнать какие-то советы по похудению, пишите нам в комментариях и ставьте лайки к этому видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok